И мы начинаем наше послематчевое интервью. Игрок московского «Динамо» Роман Гордеев. Ром, начну сразу с приятного. Угловые сегодня просто какой-то невероятный импакт внесли в игру. Как прокомментируешь? Ну, у нас много высоких ребят, шли хорошей подачи, поэтому мы выигрывали верховую борьбу, смогли забить с углового несколько мячей. ФШМ не смог ничего противопоставить. Очень легко, давалась игра, очень много было свободного пространства. Разгадали соперника или просто соперник не подстроился под вас? Ну, у нас идет победная серия, поэтому мы все заряжены, настраивались на эту игру с максимальным настроем, поэтому смогли победить. Ром, голевая гонка в команде «Динамо» 2007 года рождения. Даня Завардин забил три мяча. Ты теперь в этом матче, и он забил, и ты. Вы сравнялись в итоге. Кто в итоге победит-то? Ну, надеюсь, что я, но надеюсь, мы все будем много забивать, и команда будет выигрывать. Все, Ром, спасибо большое, с победой. Спасибо. Игрок команды ФШМ Меньков Владимир, Вов, что сегодня не получилось? Счет крупный, неприятный, может быть, уже можете по горячим следам какие-то выводы сделать? Ну, игра в атлайке у нас сегодня не получилась. Подходы какие-то были, но мы не могли завершить это логическим, то есть либо ударом, либо опасной передачей. Ну, и в защите. Теряли концентрацию и придумывали сами себе тупые ошибки, и из-за них стучались голы. Мне показалось, что когда ты вышел на замену, как будто игра в обороне пошла немножечко построже. Ты начал и прорывы Халиллаева прерывать. Показалось ли тебе, что ты хорошо в эту игру все-таки вступил? Да, ну и в игру вступил, скажем так, не плохо, а нормально. Но из-за только меня в защите ничего не поменялось. В защите это вратаре четыре защитника, поэтому от одного игрока ничего не меняется. Очень много сегодня принесли пользу угловые Динамо. Настолько было сложно от них оброняться? Что вот именно было тем фактором, который позволял Динамо столько получать пользу с угловых? Ну, неуверенная игра защитников, которые стояли по мячу и несогласованные действия с вратарем привели к голевым ошибкам и голам. Все, спасибо большое. Удачи в следующих играх. Главный тренер Динамо 2007 года рождения Михаил Сергеевич Буренков. Михаил Сергеевич, защитники забивают какое-то невероятное количество мячей. Это такая наработка или просто действительно хорошая сыгранность у Авраменко и Заварзина? Ну, все ребята сыграли, действительно показали хорошую игру, была хорошая реализация, создавали моменты. И весь матч прошел такой на одной волне, что было очень приятно, без спадов. И порадовало то, что не позволили сопернику практически созагривые моменты какие-то. Ребята бы действовали сегодня с хорошим настроем, все хотели проявить себя, и это удалось многим. Даже те, которые не забили голы, они внесли свой вклад в победу в общую. И в целом ребята порадовались сегодня своей игрой. Очень много сегодня было замен, произведено, получили игровое время ребята, которые давно уже не выходили на поле. Насколько для них важно даже в такой, вроде бы уже выигрышной игре, выйти и все-таки попробовать проявить себя? Счет был достаточно большой уже, поэтому было целесообразно дать ребятам поиграть, чтобы они все-таки в этом игровом тонусе чувствовали себя. Тем более, что в следующем матче кто-то из ребят пропустит игру. Поэтому было важно, чтобы они не выпали из игрового тонуса. Ну и в целом они хорошо себя проявили. Все, кто сыграли свое время, которое им было дано сыграть. И я думаю, что сегодня все довольны. И тренеры, и игроки, и болельщики, которые были сегодня на матче. Это самое главное, что все были довольны. Поздравляем вас с победой. Спасибо. Спасибо большое. Не попросить. Главный тренер команды ФСШМ Лазарев Марат Иосифович. Марат Иосифович, счет крупный, но что хорошего можно все-таки вычленить из этой игры? Ну, хорошее можно вычленить, наверное, то, что самодача была на высоком уровне. Попытались сыграть в открытый футбол с командой соперника. Ну, приводит это к тому, что такие ошибки, а класс игроков Динам позволяет в разряженном таком пространстве эти ошибки использовать и забить голы. Все. Разница чисто в мастерстве. Не мое дело, конечно, обсуждать игру соперника. Ну, я просто по игре своей команды могу сказать, все голы, которые забиты, они следствие наших ошибок. Ну, то есть, я ни одного не увидел гола, который хотелось бы увидеть. Галы в исполнении Динамо, хороших комбинаций. Сегодня это не понадобилось. Сегодня мы сами все подарили, все мячи, поэтому. А так, в целом, вот этот вектор мне больше нравится, если честно. Мы пытались многие матчи играть от обороны, в глухой обороне сидеть. Ну, я считаю, что не развивает это футболистов. Сейчас повеселее. Да, обидное поражение, да, крупное 0-5. Но какие-то моменты, да, хотя бы азарт, уже достаточно неплохо. Будем от этого отталкиваться. Постараться надо избежать таких индивидуальных ошибок грубых. Они зачастую там невынуждены, если брать первый, третий, пятый гол. Да, там вообще просто абсолютно невынужденные ошибки. Как-то так. Мне показалось, что очень много свободного пространства давали игрокам Динамо. То есть прям и в штрафной, не чувствовали себя достаточно по-хозяйски. Это в результате личных ошибок отдельных игроков? Или все-таки вот общекомандный вектор, он был направлен так, что нужно было давать это пространство, нужно было грамотно использовать его? Ну, понимаете, тут очень такой глубокий вопрос в плане подготовки. Для развития было бы здорово, если игроки умели играть один в один с соперниками получше. Да, это вот для развития игрока это очень хорошо. Можно, конечно, выстроить там какие-то обронительные конструкции. Да, вот мы играем, допустим, 4-3-3. Мы можем встать в три линии, перемещаться, да, то, что мы делали раньше. Сегодня хотелось какой-то более такой гибридный вариант. Где-то активно прессинговать, где-то садиться вот так вот в оборону. К сожалению, пока совмещать это не получается. То есть захлёстывает как бы какое-то желание отсутствия игровой дисциплины. И вот так вот какие-то промежутки в матче провести организованно в обороне не получилось. Опять же, я вот не скажу, что вот именно эпизоды в обороне были неправильные. Там были потери, когда оборона просто не готова. Да, если вспомнить, с чего всё началось, там на четвёртой минуте гол. Не было смысла там сохранять так мяч, было смысла отдать пас. Потери на сохранении, и игроки выбегают против двух защитников. Там просто в свободную зону пас. Тут даже и там не мог никто быть. Потому что ситуация не располагала к тому, что мы были в обороне. Мы на мяче находились. Так что вот так вот. Главное, что вы с позитивом. Это самое главное. Всё, спасибо вам большое и удачи в следующих играх. Нам тоже. Всего хорошего. Спасибо.